Так, насчет настройок монитора. Ну, во-первых, у меня стоит он напротив окна, поэтому у меня все время шторы зашторены, потому что оттуда свет светит и мешает, некомфортно. Вот, советую закрыть. Лампа у меня стоит, но сейчас я ее чуть приподнял, чтобы не засвечивала телефон. А вообще, она у меня светит только, короче говоря, или на монитор, или на стол, то есть, чтобы свет в глаза не попадал. Так, далее. По настройкам, что тут у меня стоит? Значит, здесь выключено. Overdrive 60, Ftm7 включен. GamePlus тут ничего не надо. Визуализация гонки стоит. Shadow Boost. Так. Shadow Boost ничего я не выставлял. Я как-то там игрался вначале, сейчас выключено, ну и все. Так, далее. Яркость 40. Контрастность 65. Vivid Pixel 0. Формат синевый. Уровень 0. Цветовой режим пользовательский. То есть, ничего я там не менял. Через DisplayPort должен быть подключен. Здесь больше ничего не надо менять. Кстати, можно еще поставить вот такую вот программку. Display Widget Lite. Сейчас покажу. Короче, эта программка, по сути, дублирует вот это вот меню. Сейчас я поставлю телефон на стол. Не буду в руках держать. Сейчас наведу. Я просто со стабилизатора снимаю, чтобы аккуратнее было. Это вот софт, короче, Asus-овский. Собственно, он дублирует вот эту вот менюшку. Ну, тут чуть меньше функционала, но основное есть. Вот видишь, RTS можно включить. FPS. Кино. Можешь скачать, чтобы, ну, вот здесь вот поиграться с настройками. Пейзаж, гонки и так далее. Ну, вот выбираешь гонки. А потом здесь смотришь. То есть, есть тоже яркость, контрастность. Овердрайв. Shadow Boost. Уровень синевый, цветовой режим. Ну, можно вот поменять тут теплый, поставить тут. Обычный, поиграться. Пользовательский он ярче просто. Можно обычно поставить чуть тусклее стало. То есть, можешь поиграться, поставить вот эту вот программу. Asus Display Widget Lite. Давай поставим теплый. Вот. Дальше, ну, и сам вот этот монитор освещится. Все. Ну, вот это вот то, что было. Видишь, прицел тут включить. Вот это вот все дело. Оно не нужно тебе. Счетчик FPS. Вон, в верхнем углу появился. Счетчик FPS. Это, видишь, там тоже FPS изменяется. Выровнять экран, положение. Ну, это ничего тебе не надо, короче, из этого. Вот. Только вот этими настройками можешь поиграться. Так, шоу у меня. И закрываешь его все. Сохраняется все вот эти все настройки. Так, шоу у меня в видеокарте тут стоит. Ну, правда, у тебя GeForce там другое. Давай настройки посмотрим. Видеокарта. Это все я тут подключал. Вертикальную синхронизацию отключил. О, странно. Почему? А, обновление вышло. Ограничение частоты кадров. Ну, я вот сейчас в последнее время 75 Гц ставлю. Но, на самом деле, можешь 120 поставить. 120 это чтобы у тебя работало 10 бит. Сейчас покажу, где это менять. Так, значит, 75 я ставлю. Но это просто, чтобы он меньше грелся. Так, а так тут можешь любой свой. Сглаживание. Использовать настройки по умолчанию. Ну, тут ничего особенного такого нет. Вертикальная синхронизация единственная. Вот, выключено. И все. Так, как теперь 10 бит. Ну, я не думаю, что из-за этого. Параметры экрана. Дополнительные параметры. Вот здесь выставляешь 120 Гц. Потом заходишь вот здесь вот в дисплей. И здесь вот, ну, у тебя где-то в GeForce тоже должно быть. Выставляешь 10 бит. После этого, ну, типа, цветопередача, типа, должна быть круче. Типа, глубина цвета 10. Ну, а так все тут практически по умолчанию стоит. Я не знаю. Сейчас опять я нажал. Adaptive Sync тоже вот включен у меня. Ну, я думаю, что это надо тебе вот основное вот эту поставить в прогу себе. Здесь попробуй с настройками вот этими поиграться. Попоменять. Остальное, по идее, оно не так сильно влияет на это все дело. Ну, а так пиши комментарии, что там получается, не получается.